Тщеславие и гордыня. Это плохо? Желание карьерного роста нас разрушает или помогает двигаться вперед? Говорим об этом с известным лектором Юрием Луценко. Что ж, попробую отделить мух от котлет. Если есть неплохое образование, навыки по профессии, активные отношения к работе, творческий подход к решению проблем производственных, это и есть слагаемые для карьерного роста. Конечно, есть и внешние факторы. Наличие конкурентов, в том числе и родственников, руководства. Бывает трение с начальником, ну и другие причины. Но такова реальная жизнь, куда же от нее денешься. Чтобы честно обогнать конкурентов, надо становиться лучше, профессиональнее, чем они. Но это не для ленивых. В серьезной фирме, при мудром руководстве, вас в таком случае обязательно заметят. Хочу подчеркнуть, что в желании карьерного роста нет ничего плохого. Это нормально. Главное – расти достойно, честно. Ведь чем выше должность, тем больше и масштаб деятельности, тем интереснее работать, но тем и выше ответственность. В данном случае это повышает самооценку и статус в глазах окружающих. Это лучшая обеспеченность, это уважение в семье и так далее, и так далее, и тому подобное. А вот тщеславие, гордыня – это плохо. Это грех. Хотя иногда и является мощным мотивом для покорения карьерных высот. При этом часто используют и аморальные методы, и интриги, и доносы, бывает и клевета. Это очень нередкие способы устранить соперника. И все ради чего? Чтобы сказать в конечном итоге «А? Каков я?» Неприятно, когда человек учится своей должностью, говорят народе, тешит свое тщеславие, и при этом, как правило, теряет уважение. Весь вопрос в том, насколько человек хочет потерять в себе человека. Настоящий профессионал на своем месте настолько занят, что ему некогда тратить время на пустяки. Интересные задачи, которые он ежечасно решает. И именно от этого он получает радость и удовлетворение, а не от осознания важности своей должности. Ну и резюме. Желание делать карьеру – это здорово, это победа над ленью. Тщеславие же портит впечатление от человека. Это качество недостойное. Субтитры создавал DimaTorzok